Сегодня мы с вами поговорим о ситуации, с которой сталкивался каждый из нас. Это возврат некачественного товара. Статья 18 Закона о защите прав потребителей предусмотрена альтернативные варианты при приобретении некачественного товара покупателям. Покупатель, в соответствии с законом, имеет право потребовать возврат товара, замены товара данной модели на такой же марке модели, также непосредственно замены товара данного вида, типажа, категории на возврат товара и денежных средств, уплаченных при покупке. Согласно вышеуказанному закону, сроки на возврат товара предусмотрены гарантийным сроком. Если не предусмотрен гарантийный срок, то он установлен законодательством не более двух лет. Но это касается именно товара, соответствующего категории некачественного, предусмотренного заводским браком. Если товар считается техническим сложным, например, автомобили, ноутбуки, компьютерные блоки, то срок на возврат установлен законодательством в течение 14 дней со дня приобретения. Однако в практике мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда продавец всячески уклоняется от исполнения своих обязательств и направляет товар на экспертизу. В этом случае мы рекомендуем вам воспользоваться следующим алгоритмом. Шаг 1. Необходимо обратиться к продавцу товара с письменным заявлением, претензией. Заявление составляется в свободной форме, указывается фамилия, имя, отчество, адрес заявителя, требования о возврате либо замене товара, соответствующие характеристики товара, требования о сроках возврата данного товара из денежных средств, а также о том, что конкретно не устроило в характеристиках данного товара. Вторым этапом, вторым шагом является подача данной претензии и получение письменной отметки от продавца. То есть это может быть печать предприятия, либо непосредственно подпись с расшифровкой продавца, но в любом случае на втором экземпляре документа необходимо получить соответствующую надпись о том, что данная претензия получена для ознакомления продавцом. После данного этапа необходимо будет учесть тот момент, что продавец все-таки направит данный товар на экспертизу, сервисно-обслуживающий центр. Необходимо ознакомиться с заключением данной экспертизы. Если экспертиза будет установлена, что поломка товара, либо несоответственно его заявленным характеристикам возникла не по зависящим причинам от покупателя, то вы имеете право вернуть данный товар с требованием возврата денежных средств либо обмена этого товара в течение 10 рабочих дней. В случае, если продавец добросовестно не исполняет свои обязательства, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании уплаченных сумм либо возврате товара, либо обмена товара, а также указать требования о понесенных вами расходах на устранение неполадок, ремонта данного товара, понесенных ущербов в связи с приобретением данного товара.